Привет! Ты кто? Я Каллани. У меня раздвоение личности. Думаю, я буду в тему вашего спектакля. Если вы не возьмете меня в спектакль, я приду к вам ночью и сожру ваши пластиковые конечности. Блин, я даже не знаю. Боюсь, я вынуждена отказать, так как... А теперь я откушу уши и сделаю из них тапочки. Давай ты будешь тру-ля-ля и траля-ля в одном лице. Да, это тебе пойдет. Ага. Спасибочки, я очень рада. Откуда она вообще нарисовалась? Я ее раньше не видела. А фиг ее знает. У нас тут столько сбродов в последнее время поселилось, что я уже даже запоминать не успеваю. Так, вы претендуете на роль шляпника. Шляпник должен декламировать стихи, загадки и прочие такие вещи. Да, знаю басню. Ворон и лисица. Может быть, ворон? Что вы меня за духу принимаете? Ворон — это мужик. Ворон — женский пол. Ну, хорошо. Давайте послушаем. Ворон взял с большой сосна и начал посылать всех на. Стоп! Мне даже не интересно, куда там ворон всех посылал. Следующий. Это все из-за моего акцента? Из-за него тоже. Ах, какая, мамзель, девушка. Вашей маме домовой не нужен. Мадам, вам не кажется, что вы полноваты для сцены? Я могу расценить это как дискриминацию полных. Я на вас в суд подам. Пожалуйста, не надо в суд. Я не хотела вас обидеть, но вы действительно очень пышная и колоритная, мадам. А сцена у нас маленькая. За вами попросту не будет видно других актеров. Нахальная американская пластиковая шавка. Как ты можешь говорить такое про эту шикурную женщину? Мадам, не обращайте внимания. Хаулин, ты что, решила принять участие в спектакле? Да, я хочу быть червонной королевой. Голос в плей! Честно говоря, зная, какие ты можешь устраивать истерики, я думаю, что с этой ролью ты справишься отлично. Я чего-то не понял. Это что за протаскивание родственников? Отстаньте, Василий. Я сказала, что Хаулин будет королевой, значит будет. Безобразие. По блату, на роль. Василий, я вас все спросить хочу. Вы вроде русский домовой. Чего вы с баксами-то в обнимку ходите? Бакс штука переменчивая. Его не удержишь, так он и ускачет. Так, червонную королеву зачеркиваем. Эй, Клодин, я буду шляпником. Буду отыгрывать папочкину роль. Мэдди, как здорово. Ты действительно согласна. Ага. А почему нет? Все равно заняться нечем. Ну и круть. Одной головной болью меньше. Итак, остался белый кролик, мартовский за... А куда до остальных персонажей дело? В сказке их намного больше. Ага. В том-то и дело, что их там столько, что я с ума сойду на все роли актеров подбирать. Да уж. Учитывая, что на пробу больше никто не пришел. Блин, придется ходить и искать самим. Нет, простите, Клодин. Я не могу. Я слишком большой для сцены. Вы же видите. Пожалуйста, Юки. Кому кролика играть, как не тебе? У тебя вон и уши уже есть. Простите, но я не могу. Театр это не мое. Огромный и неповоротливый Юки поломает остальных актеров. Хе-хе. О, мисс Фульф. Вот она, белый кролик. Сам пришел. Рост у него подходящий. Да и характер, в общем-то, тоже. Э-э-э. Я на это не подписывался. Я певец, а не театральная актеришка. Не спорь со старшими, Клоп. Могу позвать Неа. Он тебе мигом объяснит, кто ты на самом деле. Не надо. Ну вот и договорились. Хантер, дорогой, как ты? Давай поговорим. Выйду ночью в поле с конем вдвоем. Бесполезно. Его до сих пор плющат от убойного коктейля пива, кефира и димедрола. Жесть какая. Хантер, миленький. Тебе плохо? Надо отвезти его на диванчик или стул. Ну вот ты и веди. А мне еще надо в образ королевы входить. Отрубить голову! Эшлин, я тут решил набить ту-ту-ту-ту-туировку на правой ягодице. Горе ты мое. То есть пони на пузе тебе мало? А пони тоже пони. Пойдем, я тебе чайку приготовлю. Придешь в себя, и мы помиримся. А пони тоже пони. Аплодисменты.